От перестановки депутатов коалиция не меняется. Сегодня Сейм собрался на первое в новом году пленарное заседание. В депутатский строй вернулись двое парламентариев, ранее выданных для уголовного преследования. А двое других сегодня начали работу вне фракции КПВ ЛВ. О том, кто куда ушел, а кто вернулся, расскажет Анастасия Дьяконова. Новый год для парламентской коалиции начался с новых перестановок. Сегодня на пленарное заседание вернулись двое депутатов, против которых ранее были начаты уголовные процессы. Это ад из закатистов от КПВ ЛВ и юрис Юрош из новой консервативной партии. Обоих Сейм выдал для уголовного преследования. Парламентариям пришлось приостановить деятельность Сейми, а Юрош, которого до сих пор в Сейме замещала его картонная версия. С таким положением дел был не согласен. Я спорил решение в суде Сатверсме. Суд встал на его сторону. Приятно вернуться на работу в Сейм. Теперь я могу сделать это неотдаленно. Я рад, что через мое дело, которое было выграно в суде Сатверсме, произошло значительное улучшение правомерности в стране. Благодаря решению суда по делу Юроша в ряды КПВ ЛВ смог вернуться и ад из закатистов. Как раз на фоне исключения из фракции Артуса Кайминша и Алдеса Блумбергса. Таким людям, как Артус Кайминш, нравится купаться в лучах славы тех, кто делает работу. И если есть командное сотрудничество, то это может быть значимо. А если нет командной работы, то это мешает. И в данном случае это стало мешать. Артус Кайминш ровно четыре года назад вышел с идеи создания партии, с фракцией которой его исключили накануне. Он говорит, будет и дальше работать в составе коалиции, хоть и как независимый депутат. В данный момент я хочу увеличить свою руку. В данный момент я хочу немножко осознать, что сейчас происходит и никаких резких движений, решений не принимать. Однако Кайминш не исключает возможности покинуть и партию. Конгресс политической силы, где может быть принято такое решение, пройдет в феврале. Алдес Блумберг свое исключение из фракции оценивает так. По-моему, это была месть за голосование о Рижской Думе в отношении распуска и продления работы самоуправления. Напомню, мнение КПВЛВ разошлось со взглядами остальной коалиции по поводу того, как долго должна работать Дума в случае внеочередных выборов. Большая часть правящих, в том числе и Кайминш, выступали за полтора срока работы самоуправления. Сегодня парламентарии также решили, что вопрос распуска Рижской Думы отложат до 13 февраля. В этом случае выборы в Думу по плану коалиции могут пройти в конце апреля. Отмечу, накануне не все члены фракции КПВЛВ выступали за исключение двух депутатов. Я господина Кайминша знаю очень давно, как коллегу. Мы как актеры вместе работали 10 лет. И знаю человека и природу актера. И я считаю, что мы мало говорили, чтобы дойти до единого вывода. Несмотря на исключение из фракции, Блумбергс и Кайминш продолжат занимать должности в комиссиях. Отмечу, ранее фракцию КПВЛВ покинули и другие депутаты. В том числе один из лидеров предвыборной гонки наравне с Кайминшем — Алдес Гобземс.